Дискуссия вокруг Собора Святой Софии в Стамбуле По мнению доцента КФУ Альберт По мнению доцента Белоглазого большую популярность в Турции обретает идеология нео-османизма, предполагающая усиление влияния на территориях ранее входивших в состав империи. У такой политики должен быть свой яркий зримый символ, и на эту роль отлично подходит Айя София, обращенная Мехмедом II завоевателем из христианского храма в главную мечеть своей столицы. Мы наблюдаем в последнее время много активных шагов в Турции, в частности в Сирии, где было уже несколько крупных военных операций, в Ираке, вмешательство в гражданскую войну, в Ливии. Все эти моменты показывают, что Османская империя, располагавшаяся во всех этих территориях, она где-то в сознании, в ментальном пространстве. В Турции ее руководство присутствует. И нужен здесь символ, символ объединяющий, показывающий направление. А ничего лучше, чем Айя София, на мой взгляд, здесь быть не может. Как и в случае со всеми остальными мечетями, двери Айя София будут открыты для всех, включая граждан Турции и туристов. Тем не менее, Эрдоган призвал уважать решение турецкого суда по возвращению Айя Софии статуса мечети. Причем возражения против постановления будут расцениваться как нарушение суверенитета. Вторая задача – это приобретение бонусов во внутренней политике, потому что, ну как в любой стране, затронутся коронавирусом, в Турции нарастает недовольство правительством. И здесь Эрдогану нужна какая-то, ну, понятная победа, какое-то приятное событие, которое подвергает его электорат. А его электорат, как показали события предыдущих выборов, то есть неочередных выборов президента 2018 года и голосования по поправкам в Конституцию 2018, это в основном турецкая глубинка. Камиль Гимаздинов, Универньюз.